Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Grow Castle. Друзья, сегодня я подкопил 3 миллиона монет для того, чтобы вам было интереснее, и сегодня главная моя цель это победить дракона. Наконец-то мы этим займёмся! Я очень сильно надеюсь, что, конечно же, у нас с вами получится. Я буду сейчас в основном прокачивать своих чуваков, делать промоушен, так же, чтобы они тоже могли стать ещё сильнее. Что это делает? Этот голем становится на 350% сильнее. Этот, один из големов, будет ещё раз активирован, который у нас с вами через алмазы. И все големы получают минус 50%, но они могут два раза атаковать. Знаете чё, мне кажется, просто усиление голема это отличная идея, пускай он наносит в 2,5 раза больше дэмэджа, это, по-моему, довольно круто. Так, далее, давайте прокачаем себе этого чувака, который чинит наш замок. Я тоже думаю, о, всё, у него максимальный уровень такой, всего лишь 21, окей. Плюс 15% за починку, ну, я не знаю, это такой себе. А вот это довольно-таки прикольно, он будет восстанавливать больше половины хп нашего замка. Думаю, это офигенно. Далее прокачиваем у нашего друида, который призывает огромное деревце. Давайте его тоже прокачаем до 31 уровня, чтобы можно было сделать промоушен. Ага. И теперь наш а вот этот голем будет наносить на 175% больше дэмэджа. По-моему, супер, по-моему, супер, мне даже сказать нечего, беру с удовольствием. Так, Зевс у нас, по-моему, уже 31, да, ага, вот ведьмочек тоже можно, кстати, прокачать, почему бы и нет. Давайте это и сделаем. 31 уровень для каждой ведьмочки я хочу сделать. Думаю, что после этого мы реально с вами легко затачим. Так, призывает двух скелетонов на 20 секунд, ну, в общем-то, ай, у нас нет бриллиантов. Офигенно. Ладно, тогда подождите пока, я не буду пока других прокачивать, потому что раз нет бриллиантов, то это особенно-то бессмысленно, скажем так. Можно проапгрейдить, наверное, этих чуваков. Да, эти будут приносить нам больше денег, но даже не знаю, я не хочу тратить на это слишком много денег. Давайте, наверное, еще прокачаем лучников, я так думаю. Сейчас хочу, сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Пять по девето, ну, должно, хватить денег, наверное, да? Или нет? Блин, или не хватит все-таки? Ай, наверное, все-таки чуть-чуть не хватает, ребят, смотрите, буквально 40 тысяч не хватает, чтобы усилить последнего лучника. Но я думаю, что сейчас мы на это денег с вами накопим. Так, вот это давайте прокачаем, кулдаун, наверное, можно тоже немножко с другой стороны, и защиту замка тоже, ну, в принципе, вроде как все. Ну, что, ребят, сражение с драконом, давайте начинать. Я думаю, что сейчас должно все получиться, и есть у меня такое смутное ощущение. Поехали. Сразу же вывожу всех своих юнитов, чтобы они начинали сразу же дамажить. Ну и, кстати, дэмэдж неплохой прокатывается, очень даже неплохой. Плюс у меня есть лечилка, напоминаю, то есть в нужный момент я могу нажать вот эту кнопку, и у меня снова фулл хп. Так, снова призываем всех. Да, я думаю, что минус зеленый дракон. Фу, ну, ребят, такую громадину, если мы с вами победили, это довольно-таки неплохо, надо сказать. Так, фаер дэмэдж плюс 10. Ну, блин, я не знаю, на самом деле, нужен ли нам этот браслет, потому что у нас фаер дэмэджа-то особо такового и нет. Я его возьму на всякий, может быть, еще пригодится, но, если честно, не ожидаю, что мне он понадобится. Блин, ну, на самом деле, не такую же большую нам награду дали, если честно. Даже как-то обидно. Я надеюсь, что нам дадут что-то поинтереснее за это. Раз уж мы так прокачались, я думаю, что мы сейчас можем захватить довольно-таки интересные также места. Так, ну, давайте начнем, например, с... Я просто даже не знаю, но давайте с этого. Давайте с этого. Здесь мы с вами тоже какой-то артефакт найдем, поэтому я думаю, что это должно быть довольно-таки прикольно. Так, давайте сразу выпускаю всех, потому что тоже тянуть особо нет смысла, так чтобы мы с вами могли сразу же, ну, как бы получить откат, и потом смогли, опять же, поставить кулдаун, после кулдауна новеньких чуваков. Я не знаю, есть ли смысл мне сейчас копить на прокачку каких-то еще моих юнитов, потому что у меня, опять же, сейчас нет бриллиантов. Но, я бы накопил на прокачку лучников. Мне интересно, что будет после вот этих желтых наплечников, как они будут дальше меняться по прокачке. Думаю, что, ну, как бы денег мы можем накопить, наверное, не особо-то, это должно быть тяжело, наверное. Так, побеждаем сейчас боссы по-быстрому, нам вообще здесь тоже, это как бы, все очень легко получается, очень у нас прокаченные чуваки. Топаз получаем. И топаз, 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 топаз. А для чего он мне нужен, интересно? Так, у меня сейчас есть рубин. А что насчет топаза? Ох. Я так понимаю, будут еще големы теперь, ребята. Я так понимаю, сейчас у нас появятся еще големы. Это просто обалденно. Я люблю големов, реально, чем больше, тем лучше, вот честно скажу. Так, давайте попробуем получить еще вот это сокровище. Тут, конечно, должно быть посложнее. Да, вот, вот, видите, видите этот молниеносный голем? Нормально, че? Теперь у нас еще один есть. Блин, офигеть, у нас есть молниеносный, ледяной, огненный, каменный и деревянный, чисто целый комплект големов, нормальная тема. Я думаю, что лишним это точно не будет. Дополнительный юнит, который фигачит молнией, это вполне себе нормальная таки тема. Слушайте, ну, этот уровень мы тоже проходим по ходу дела. Сейчас будет босс, если что, у меня есть починочка, поэтому, в принципе, я думаю, что это победа, скорее всего. Так, давайте, начинаете дамажить. А, у нас еще орлы есть, я про них забыл. Как я мог забыть про орлов? И, конечно, подхиливаемся, почти что фулл хп заказ... Офигеть. Офигеть, мы еще и получили этот, изумруд. то есть, это еще один голем получается, да? Это ядовитые големы, ребят. Ооооу, так, ну, я даже и не знаю тогда, если честно, кого бы мне взять, потому что... А это... О, я вместо этого возьму вот это. Мне, в принципе, нафиг это кольцо не нужно, оно, конечно, довольно полезное, плюс 20 процентов с восстановлением маны, но дополнительный голем это еще более интересно. Так, апгрейдим нашего лучника, на следующий лучник нам понадобится 96 тысяч монет. Я думаю, что мы довольно быстро их накопим. Так, что я хочу захватить с... О, мы, кстати, можем героя, я так понимаю, получить. Давайте. Я, ребят, вот благодаря этой прокачке сейчас просто прохожу огромнейшее количество карт. Я даже не знаю, наверное, нет смысла особого проходить саму кампанию, потому что здесь можно на автобой подставить. Кстати, у нас почти сотый уровень. Слушайте, а вот это может быть довольно-таки важно. Возможно, что на сотом уровне нам что-нибудь интересно откроется. Кстати, даже невозможно, а скорее всего, мне почему-то кажется, что так будет. Ну, посмотрим, короче говоря. Так, ну, здесь тоже все понятно, все легко. Сейчас мы с вами получим нового героя. Я не знаю, просто нужен ли он мне. Герой, в смысле, которого мы сможем поставить на башню. Не уверен, что он мне нужен, на самом деле, но чисто для комплекта пускай будет. Да, мы получили архитектором. Что он делает? Давайте сейчас посмотрим. Архитектор. Алхимик Элизабет. Вот, нет, это Флайнкорк. Вот архитектор. Он строит деревянную стену, которая 40% имеет от хп-шки замка. И эта стена исчезает через 15... Ой, ну, блин, не знаю. Но чисто для защиты прикольный челик, наверное, но мне он как-то особо-то и не нужен, если честно признаться. Думаю, что и без него мы с вами легко справимся. Слушайте, а я вот сотый уровень получил, и мне ничего не открылось вроде как. Обидно даже. Как-то даже немножко обидно. Так, хочу ли я еще что-нибудь пройти? У нас, в принципе, ну, как бы силы даже более чем хватает, как мне кажется. Поэтому давайте мы попробуем замок дополнительно захватить. Почему бы и нет? Вон, начинаем сразу его. Блин, офигеть, у него хп снимается. Жесть, реально, мы с вами прокачались просто нереально, ребят. Это... Это бомба. Это бомба. Я ничего не могу сказать, просто потому что у нас уничтожение идет просто тотальное. Смотрите, все, уже минус замок. Уже минус замок. Готово. Смогу ли я бы сейчас... Нет, деньги не буду тратить, ребят, на колонии сейчас деньги тратить не хочу, потому что хочу потратить на своих лучников в первую очередь. Так, ну и давайте тогда, наверное, я даже не знаю, еще один замок захватим. Вот этот, например. Этот замок красный. То есть есть черный замок, есть красный, других я пока еще не захватывал. Вроде бы он немножечко посильнее, но хп-шка у него тоже улетает просто в лед. Только так, ребята, только так. Ну, я так думаю, что учитывая, что мы сегодня победили дракона, захватили довольно много всего, возможно, что... Реально, вон ядовитый. Я забыл про них совсем. Ядовитые големы тоже появились. Жесть. То есть... А, нет, у меня же всех големов по два, точно. У меня же есть какое-то усиление, которое удваивает призываемых големов. Блин, ребята, это просто капец. У меня весь... Все, поле бой забито големами. Големами просто все. Нормас. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Давайте ради интереса, наверное... Ой. Блин, я не то нажал. Нафиг я усилил свой замок. Я хотел накопить на... А, кстати, знаете, что сделаем? Давайте тогда так сделаем. Бэтл. И сделаем вот так. Пять дополнительных волн за один раз. И я думаю, что мы сейчас на изи просто затащим, потому что... Ну, я думаю, что даже десять волн мы могли бы пройти за один раз на самом-то деле. Есть у меня такое смутное ощущение. Плюс пять джамп. Мы сделаем легко. Очень, конечно, важный все-таки... Ребята, вы правильно в комментариях пишите. Сейчас вот читаю ваши советы. И в этом случае ваши комментарии тоже были очень полезны. Чувак, который чинит наш замок, очень крутой. Потому что он очень сильно помогает вот в случае с боссами, например, когда остается немножко хп, вы можете себе точно сделать так, чтобы не проиграть. А именно восстановить больше половины. Это реально очень большое количество хпшки. Ну, не знаю. В этом случае мне даже особо не нужно его использовать. Могу использовать чисто для того, чтобы фулл хп было. Но так-то это было особо бесполезно, скажем так. Чё, давайте еще, наверное. К сожалению, не могу сразу скидкнуть пять волн, потому что у меня бриллиантов не хватает. Но я думаю, что одной волны будет достаточно, чтобы мы могли с вами прокачать лучника и посмотреть, как он будет выглядеть уже в более прокачанном состоянии. Я думаю, ребят, что в следующей серии я, наверное, немножко пройду дополнительно эти волны. 233 у меня сейчас, я не знаю, может быть, хотя бы до 300 добить. Потому что на самом деле сейчас волны... Ну, я вижу, что появляются новые юниты, но так-то они особо не отличаются. То есть, в основном, это чисто несколько летающих, несколько катапультов, несколько таранов и побольше всяких ходячих юнитов. То есть, как видите, я вообще сейчас сложно вообще понять, что происходит на поле боя, потому что все големы просто затаскивают сразу же и при этом скрывают как бы поле боя от нашего взгляда. Так, вот так... Чё? А чё это такое? Это какая-то рыжая лучница, что ли, или что это? Странно, я ожидал, если честно, немного другого. Слушайте, а Б... А, то есть, я только на Б прошёл, что ли, или чё? Во-первых, я хочу поп... А, да, я тебе не могу победить. Даже игра подсказывает, что это пока Unreal. Победить чёрного дракона у меня просто тупо не получится. Даже если я использую хил, даже если использую всех, всё равно он пока слишком силён. А я вот не очень понял, зелёный... Так, зелёный дракон. Я его могу дальше тоже пытаться победить? Или что? Давайте попробуем, давайте попробуем. Если я могу его победить ещё быстрее, то, может быть, мне за это дадут какую-то более хорошую награду. Потому что до этого награда, если честно, ну, мне не особо понравилось, не особо впечатлило, скажем так. Так, сразу же, как только у меня откатывается, сразу же использую, чтобы побыстрее его добить. Эээ, вроде бы всё, кажется. Да. Отлично, отлично. За эти секунды дополнительные мы получаем с вами дополнительные денежки. И... Да, мы получили мечик. Critical Chance плюс 3 и 2. Ну, ребят, опять же, должен сказать, такой себе. Не то, чтобы что-то прям суперкрутое. Ну, сойдёт, наверное, конечно, наверное, сойдёт. Так, апгрейд этого стоит 240 тысяч. Надо будет проапгрейдить, потом лук всё равно. Я думаю, что это лишним тоже не... А, слушайте, так я, получается, это получаю не как артефакты. Я просто получаю бонус? А, или нет? А, это вещи. Всё, я понял. Это вещи, которые я могу надеть на кого-нибудь из своих юнитов. Я так понимаю. Эээ, ну, можно, например, надеть на ангела. А это Fire Damage надеть на лучника, например. Почему бы и нет? Арчер. Сюда. Всё. И знаете что, если бы честно, я бы прокачал арчера дополнительно, потому что он, во-первых, довольно дёшево стоит, а во-вторых, мы его ни разу ещё не прокачивали. То есть, он, по сути, ну, довольно неплохой, даёт дэмэдж, и странно, что я его ни разу не качал. Так, здесь у нас, ну, всё равно 10 бриллиантов, которых у меня сейчас нет. Ладно. Давайте, наверное, сходим ещё один бой. И знаете что, я хочу даже не в компанию, в компанию, опять же, я вне видео пройду. Я хочу посмотреть, могу ли я ещё что-нибудь захватить себе. Вот это, мне кажется, интересно. Так, давайте, раз уж такое дело, немножко прокачаем деревушку нашу. 450, 900, 700, 600. Ну, блин, все довольно прокачены и так-то. Но давайте 310 попробуем, я не знаю, получится или нет, потому что это уже довольно-таки мощно получается. Да, видите, 100 тысяч хп у замка, у нас всего лишь 4000, то есть, блин, ну, офигенно меньше хп, чем у наших противников. Но у них уже 90, а у нас всего ещё 4000. То есть, это как посмотреть, это как посмотреть. 70 тысяч, а у нас 4. Ну, ребят, потихоньку продвигаемся. Другой вопрос, что у нас манна кончается, и вот это вот как раз-таки довольно-таки плохо, потому что без манны мы, естественно, никого призывать не сможем, а он продолжает призывать, он продолжает. Так, 49 тысяч, я не знаю, ребят, вот сейчас уже начинаются проблемы, потому что у меня манны тупо нету. То есть, есть шанс, что не получится. Я попробую сейчас валькири призывать, ангелков, которые, они потому что сразу телепортируются, сразу дамажат замок. Но, сами видите, 35 тысяч, а у нас манны нифига, ребят. Блин, они уже подходят к замку, так-то уже начинают дамажить. Да, я боюсь, что вряд ли получится. Я боюсь, что вряд ли получится. Но у меня тупо не хватает манны, видите? Не знаю, можно, конечно, несколько големов убрать и поставить наоборот чериков, которые дают мне манну дополнительную, но даже не знаю, 30 тысяч хп и что-то мне кажется, что вряд ли мы сможем пробиться дальше. Ну, просто потому, что опять же нет манны, ребят. Все убирается, по ходу дела, в это. 28 тысяч, я не знаю, просто мы с вами по тысяч, по тысячонке уничтожаем, но, не, бессмысленно, бессмысленно. Я думаю, что это гейм овер. Поэтому мне надо прокачаться еще. Ребят, если игра нравится, то обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. Все это очень важно для продвижения видео. С вами же был Чанаскин, до скорой встречи и пока-пока.